В эфире программа новости спорта. Я ее ведущая Лада Дудко. Сегодня у меня в гостях мастер спорта по баскетболу 3х3 Борис Логачев. Борис, здравствуйте. Очень рада, что вы согласились со мной сегодня пообщаться. Несмотря на погоду идет проливной дождь, мы, несмотря на это, все равно встретились. Еще раз поблагодарю вас. Хочу сказать, что вы единственный пятикратный чемпион страны по баскетболу 3х3. Наверное, начнем с самого начала. Как вы пришли к такому результату? Позади много турниров, важных чемпионат мира, чемпионат Европы. Расскажите все с самого начала, как начинался ваш путь? Ну, как? Собственно, в спорт меня отправила мама. Она тоже всю жизнь занималась баскетболом. И как бы особенно, собственно, выбора не было. Она решила дать мне баскетбол. И с 7 лет я начал заниматься баскетболом. Вот. Но занимался я в своем родном селе в Краснодарском крае, село Соколовское. Вот. Ну, там дешевле была спортивная школа. Там был небольшой тренировский штаб. Собственно, ну, там тренировки были такие, что больше именно развития физической культуры у ребенка. Ну, то есть прям явного профессионального подхода не было. То есть технику откидываем, остается только ОФПшечка такая? Ну, да, такая ОФПшечка. И в целом давали какие-то базовые моменты именно баскетбольные. Вот. Но это было больше такое, как любительская история. Вот. Ну, и как бы впоследствии это все переросло уже, скажем, профессионально. Но в детстве это все-таки так. Ну, понятно. В детстве любой спорт, когда родители отдают, а так он начинается с самого нуля. Потихонечку, пока пристроишься, пока помешься, что ты хочешь. А мне вот интересно, вот эта вот династия баскетбольная в семье пошла от мамы. А в детстве были такие мысли, что вот хочу продолжить вот этот вот путь, тоже хочу стать баскетболистом? Или как это все получилось? Ну, на самом деле в детстве, безусловно, ты гордишься родителями. И мама была большим примером, потому что она все-таки много достигла на своем профессиональном уровне. Она, опять же, там становилась и чемпионом Краснодарского края. В тот период ее даже призывали в сборную, но как бы она была, скажем, беременна братом старшим. И поэтому она не приняла участия уже именно в истории сборной. Но как бы вот этот вот именно момент, что все-таки мама достигла таких больших высот, скажем, в спорте, он мотивировал играть в баскетбол. Вот. Но впоследствии, опять же, явным примером стал брат старший, потому что, скажем, он после девятого класса попал сначала в Самару, играл там профессионально, а потом его из Самары заметили в Химках, в баскетбольный клуб. Вот. И когда вот брат перебрался в Химки, как бы я там был уже, наверное, класс седьмой. И это тот яркий пример того, что вот с помощью спорта человек может там и на жизнь зарабатывать. И путешествовать. Для меня вот именно момент путешествия было очень круто в том плане, что в детстве не было возможности как-то путешествовать. А здесь вот, получается, там, брат старший ездит по всяким городам России, и ты такой думаешь, как здорово. Да, да, да. И это прям мотивировало, ну, заниматься более усердно. Так во сколько лет был подписан первый контракт? И вообще, как эмоции, как ощущения? Вот ты приходишь на тренировку, и тебе говорят, лежай на просмотр, или как это было? Заметил тренер? Как вообще? Вот первый контракт. Ну, первый контракт, он был достаточно поздний. Получается, сначала, как это было, там, брат погорел с тренерским штабом ХИБАК, сказал, что вот есть у меня брат младший, может быть, его на просмотр. Вот. В итоге согласовали просмотр. Я приехал после девятого класса на летних каникулах на просмотр. Вот. Но, как бы, конкуренция там была очень большая. И я где-то внутренне понимал, что у меня нету тех навыков, именно профессиональных баскетбольных, чтобы конкурировать с ребятами, которые, по сути, там и воспитывали какие-то ЦСКА были. Ну, то есть они, по сути, с детства именно профессионально занимались спортом. А я, как бы, ну, сам как пробовал, там, что умел, и все. И, по сути, вот, за три месяца, ну, условного просмотра, неких сборов, конечно, мой баскетбольный уровень вырос значительно, по сравнению с ребятами, с которыми я тренировался у себя дома. Вот. Но его не было достаточно для какого-то профессионального, именно, старта в баскетболе. Ну, и, как бы, мне, ну, я был, собственно, еще молод, мне так намекнули, что давай ты потренируйся еще год, потом приезжай. Ну, сейчас я уже понимаю, что это мне так мягко отказали, но, как бы, через год меня уже никто там не рассматривал. Вот. Вот. Ну, а, как бы, почему поздний контракт? Потому что, по сути, именно профессионально я начал заниматься, ну, уже в сознательном возрасте в 27-28 лет. Да. То есть, по сути, я, там, окончив университет, успел поработать, там, несколько лет уже по профессии. И, как бы, ну, баскетбол, он через всю жизнь, как бы, у меня тянется такой красной нитью. И, по сути, опять же, и студенческий баскетбол был, в моей жизни. И, как раз-таки, вот, именно на студенческом уровне там уже появился тренер, который, как бы, более детально мне помогал развиваться. И, то есть, появлялись старшие товарищи, которые также подсказывали. И, по сути, вот, то есть, скажем так, был студенческий спорт 5 на 5, да, но и также то, что молод, хотелось везде играть, а везде это на улице и летом. И, соответственно, вот, ребята пригласили в команду Юарон в тот момент. Мы играли очень много на улице. И тогда была очень большая мотивация отобраться на Москопен, потому что Москопен – это такой достаточно крутой турнир, на тот момент и сейчас является. Вот. И, как бы, когда ты туда отбираешься, у тебя есть шанс, ну, скажем, уже сразиться с более именитыми соперниками. Опять же, там и Сербия, и Литва приезжали. То есть, он такой международный был. И плюс, опять же, много русских команд. И уже там, получается, спускались профессионалы. То есть, такие, как, там, Сыроватка, Антон Панкрашов. И, то есть, здесь вот именно мотивация была отобраться, чтобы попробовать свои силы вот с такими именитыми людьми. Борис, а вот вы баскетболист, именно форматы игры 3 на 3. Почему не 5 на 5? И в чем отличие? Ну, опять же, 5 на 5 – это вот как раз-таки история, что с самого детства нужно прям очень усердно заниматься. И заниматься не просто, а именно под присмотром тренера. Потому что, когда ты сам тренируешься, у тебя нет возможности себя критически как-то со стороны посмотреть. На себя критически. А как бы тренер, он может подсказать себе моменты, где все-таки у тебя что-то неправильно, где нужно добавить. Вот. И поэтому, как бы, карьера, скажем так, 5 на 5 не получилась. Потому что все равно карьера 5 на 5 начинается значительно в младших возрастах. То есть, там нужно постепенно, да, подходить к этому. А здесь, получается, я как будто бы позже именно развился. И, как бы, это развитие позднее, оно, как бы, ну, скажем так, если брать 3 на 3, то там чуть проще, скажем, это все организовать. Потому что все равно там 4 игрока в команде, ну, 3 игрока играют, и, соответственно, меньше финансирования. И все это можно, опять же, на своем энтузиазме. В первое время мы, опять же, с ребятами за свои деньги там ездили в Европу играть. Ну, то есть, как бы, все такое было на своем энтузиазме. Ну, впоследствии уже, вот, да, появился спонсор. И уже такая более профессиональная история. И плюс федерация, уже зная, что, там, в 2021 году он станет профессиональным, ну, как бы, олимпийским минусом спорта. Вот. Уже и федерация стала более, скажем, пристально обращать внимание на баскетбол 3 на 3. Вот. Ну, основное отличие именно баскетбола 3 на 3 от 5 на 5, ну, количеством игроков на площадке в моменте. Ну, это понятно. Да. Вот. А, соответственно, в динамике, скажем, то, что все равно, если брать 5 на 5, то там часто бывает так, что у тебя задача стоять в углу, и ты стоишь, как бы, на растяжке, тебе дают пас, ты, как бы, бросил все, у тебя, как бы, одна опция, скажем так. А в баскетболе 3 на 3, как бы, все игроки, они достаточно универсальны, и каждый может бросить, там, и дальний бросок, да, и все задействованы. И, то есть, я вот, собственно, вчера, как раз-таки, после матча 5 на 5, подумал над этим вопросом, в том плане, что тренер немножко мне урезал минуты. Ну, опять же, здесь, это, как бы, решение тренера, никаких вопросов нету, а, получается, в 3 на 3 ты, как бы, сам себе тренер, и, то есть, сколько захотел, столько ты минут можешь играть, сколько, в основном, здоровья позволит. Ну, опять же, не надо забывать, что все-таки баскетбол любой, либо 5 на 5, либо 3 на 3 – это команды без спорта, поэтому здесь нет места к какому-то эгоизму. Ну, так в любой команде в спорте, да. Поэтому здесь, опять же, то есть, устал, можно замениться, и, как бы, это нормально. Ну, конечно, да, и скамейка должна быть длинная, чтобы сохранять темп игры и все прочее. Ну, скамейка, да, если 3 на 3 брать, то один, да, на замене, по сути, один игрок меняется постоянно. Ну, уже привыкли, наверное, но в любом случае, как вот он, темп сбивается во время игры, когда ты уже устал, один выдохся, другой, там, ногу подвернул, еще что-нибудь, не приведи, господи. Да, это вот как раз-таки есть такой момент, что из того, что 4 игрока, если кто-то получает, не дай бог, травму, то уже втроем тяжело без замены играть, потому что сильно отличается именно динамикой, потому что там мяч постоянно живой, то есть забили, сразу вынос, и нету там какой-то момента отдохнуть. Есть буквально там 3 тайм-аута, 2 ТВ, один командный, вот. И поэтому, опять же, важно, чтобы каждый игрок сохранял концентрацию, и потому что вот был случай, когда с таким играли Кубок России в 2021 году, и так получилось, в матче за третье место, точнее, за матч, в полуфинальном матче, получил травму голеностопа, неудачно приземлился на ногу соперника, и подвернул голеностоп, вот. И достаточно сильно подвернул, и получилось так, что как бы уже не смог помочь команде, и ребята доигрывали полуфинальный матч втроем, они его выиграли, вот. Но в финале уже не хватило немножко даже не то, что сил, а удач, потому что в целом игра хорошо складывалась, в концовке буквально там пропустили пару дальних трехочковых, и поэтому не повезло. Но как раз-таки самое тяжелое, это вот когда ты сидишь на лавке, и ты физически не можешь помочь команде, а ты видишь, как ребятам тяжело. Ну и настрой команды в этот момент подзбивается, когда ты чувствуешь, что у тебя минус один, и ты сразу оп-так чуть-чуть... Ну вот как раз-таки обидное поражение, ну, получается, как бы ты вроде готовился к этому кубку, и проигрываешь не потому, что ты там никак не подготовился, а вот с течением обстоятельств, ну, всякое бывает в спорте. Я вот недавно ездила как раз на баскетбол, ну, на классический 5 на 5, огромный стадион, трибуны полностью заполнены, болельщики, такая классная атмосфера. Баскетбол очень распространен везде, стадионы и прочее, много людей ходят, болеют. Я вот хотела спросить, с историей баскетболом 3 на 3 немножко не так. Тоже известная игра, но таких стадионов, таких, может быть, объемов, таких масштабов нет. Почему? Ну... Вот говорим именно про российскую историю. Понятно, что за границей там все хе-хе-хей, но вот в России... Ну, честно говоря, именно финальные, то есть у нас вот каждый год проходит суперфинал, и он собирает очень много зрителей. И вот последние три финала показали, что интерес достаточно большой. Вырос. Да, потому что вот опять же там началось это все с Хабаровска, то есть, по сути, там, помню, очень много было зрителей. Прям высокую планку организаторы, ну, сейчас СРФБ задали. Потом следующий год это был Челябинск. Там прям шоу было очень крутое. И там группы поддержки в перерывах выступали. Ну, все это здорово. Но, как бы, опять же, прошлогодний финал в Перми тоже показал, что, ну, как бы, можно все-таки и привлекать зрителей на эти мероприятия. Но это точная история в том плане, что это все-таки суперфинал. И туда действительно и певцов приглашают, что вызывает дополнительный интерес у зрителей. Вот. Но, скажем, регулярный чемпионат, он немножко скромнее в плане зрителей, потому что, опять же, ну, как будто бы регулярно, не сильно интересно. Ну, и в связи с этим, опять же, интерес, возможно, не такой большой, как в классическом баскетболе из-за того, что нет международных турниров. Потому что, опять же, если брать 2019 год, когда у нас достаточно много было выездных турниров, и то есть у нас получалось, что мы за месяц могли сыграть 3-4 крупных турнира. А сейчас у нас, ну, именно часто было, что именно выездные турниры накладывались на чемпионат России, и команде приходилось выбирать между чемпионатом России и, ну, там, условно, стартами Европы, или, там, опять же, китайские турниры. Ну, и часто все-таки выбирали международный опыт. Опять же, именно в 2019 году, скажем, чемпионат России был более слабый, скажем, чем сейчас. Вот. И из-за того, что, скажем, сейчас нет международной истории, у нас достаточно редкие именно турниры чемпионата России. То есть бывает, там, вот, по сути, чемпионат России, он длится, наверное, полгода, и за эти полгода четыре таких именно крупных тандема проходят. Там есть разделение по уровню, ну, скажем, по уровню команд, есть вызов, претендент и мастерс. Вот, по сути, ну, вызов дает тебе шанс выступить в претендентах, если ты выиграл его, претендент дает тебе шанс выступить в мастерсе. Вот. И, соответственно, четыре тандема мастерс проходят за сезон. И есть вот гранд-финал, который будет там где-то в конце августа. Вот. Ну, и помимо этого есть коммерческие турниры, но в целом получается, как будто бы один-два турнира в месяц. Ну, какой здесь может быть интерес? Поэтому, ну, вот, ну, опять же, достаточно большой интерес был после Олимпиады. То есть там и наша сборная заняла второе место. Вот. И там прям многие стали приходить не просто именно в баскетбол, а именно, ну, приводили детей с акцентом, что хотят заниматься именно три на три. То есть вот Олимпиада послужила таким значительным толчком, да. Хотела узнать. Этот вопрос я задаю многим спортсменам, когда я с ними общаюсь. Есть талантливый игрок, есть игрок, который пашет. Кто выиграет в итоге? Ой. Мы опустим те ситуации, что бывает тренер, может быть, там какие-то конфликты с тренером, опустим то, что, может быть, там травма, вот это все опускаем. Вот есть талант, а есть пахота. И это все не переплетается. Может талантливый человек работать много и добиться успеха, вот это все выбираем. Кто выиграет? Талант или пахота? Пахота выиграет. В любом случае, опять же, талантливые люди, они немножко ленивые, вот. И на дистанции человек, который все-таки своим трудом пытается достичь определенных высот, он на дистанции будет выигрывать. Потому что часто вот талантливый игрок, он может расслабиться в ответственных моментах. А человек, который постоянно пашет, он всегда сконцентрирован. И поэтому на дистанции он будет выигрывать. И вот как? Ну, здесь, опять же, надо разделять, опять же, понимать, профессионально именно индивидуальный вид спорта или команды. Мы берем команды. Если команды, то часто физическая форма не столь важна. В том плане, что главное, как ты управляешь своим телом. Потому что очень много игроков, которые, не обладая особыми физическими данными, обыгрывают атлетов. Но это, опять же, связано все-таки с IQ баскетбольным. И вот яркий пример, опять же, и Лука Дончич, который там не суператлет, но он сейчас играет в финале НБА. Это вот к тому, что говорят, что все спортсмены глупые. Ну вот, собственно, часто. Я пытаюсь всем доказать, что когда человек играет в командном виде спорта, там извилины работают больше, чем на любой другой работе. То, что площадку надо видеть, площадку надо чувствовать. Ну, по поводу баскетбола часто говорят, это шахматы в динамике. Ну, по сути, как бы так и есть. То есть это не просто бей-бей-гейм. Бей-бей-бей. Я люблю такой вид спорта. Какой самой по значимости важный для вас был чемпионат? И почему? С чем это связано? Ну, собственно, самый значимый для меня был чемпионат. Это Кубок Европы, на котором мы выступали в сентябре 2021 года. Скажем так, он для меня был первым-единственным пока что. И, собственно, безусловно, до этого чемпионата был опыт международных игр. Но здесь все-таки ты уже немножко в другом статусе, в статусе сборной страны, что на тебя дополнительная ответственность накладывает. Выступили, к сожалению, мы не очень хорошо. Еще проиграли в матче за третье место сборной Польши. Одно очко со счетом 18-19. Но как раз-таки это запомнилось очень сильно. То есть, безусловно, были поражения. Там много поражений, много побед. Но даже именно победы не столь яркие, как вот именно это поражение. И, ну, вот самый значимый все-таки Кубок Европы. К какому турниру готовитесь сейчас? Ну, сейчас у нас будет третий тандем в Перми 22-23 июня. Ну, сейчас идет подготовка к этому тандему. Угу, отлично. Борис, какие можете дать советы начинающим спортсменам? Неважно, баскетболистам, хоккеистам, вот просто мальчикам, девочкам, которые только начали свой путь. Может быть, хотят добиться профессиональных высот. Может быть, просто позаниматься. Вот какие советы вы можете им дать? Ну, не люблю давать советы. Но что мог посоветовать, скажем так, что все-таки спорт – это хорошо. Но спорт, он, скажем, очень связан с какой-то удачей. Потому что часто можно отдавать себе полностью спорту. Но по факту, не дай бог, какая-то травма. Если вдруг серьезная, то получается, ты вроде как и в спорте ничего не достиг. И, опять же, там, и, скажем, как человек, ты себя не нашел. Поэтому я бы посоветовал все-таки стараться больше уделять внимание учебе. А спорт, скажем, он тяжело совместить именно учебу и профессиональный спорт. Но надо к этому стремиться и стараться, чтобы спорт шел как бы через всю жизнь. И рано или поздно, опять же, при должном усердии, все-таки можно добиться определенных результатов. Опять же, возможно, мой пример не прям что показательный. Но, по сути, всю жизнь занимаюсь спортом. Ну, то есть, только в 26 лет я стал играть профессионально. Нет, очень показательный пример. На самом-то деле, я вот мало таких игроков знаю. Обычно в вашем возрасте, в котором начинают, только уже заканчивают. Ну, да, ну, да. Поэтому это сильно. Это правда профессионально, когда ты спорт ведешь через всю жизнь. Это новости спорта. В гостях у меня был мастер спорта по баскетболу 3х3 Борис Логачев. Меня зовут Лада Дудко. Встретимся в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин